Если вы останетесь с нами, то узнаете, что еще интересного приготовили для вас наши коллеги. Они сражались против Красной Армии. Новокузнецкий Металлург принимал легендарный ЦСКА. Футбольная осень в Сибири. Юные футболисты начали борьбу за кубок Виталия Роздаева. Красная Армия – грозный соперник, даже если несет потери. Хоккеисты ЦСКА приехали в Новокузнецк без своих главных звезд – Алексея Морозова и Александра Радулова. Но боеспособности не потеряли. В этом на собственном примере убедились местные поклонники хоккея. Кто победил в противостоянии армейцев и столеваров, выясняла наша съемочная группа. Еще 30 лет назад Красную Армию и ее спортивный хоккейный клуб объединял общий миф – они считались непобедимыми. Легенда развеяна временем – армии больше нет, а клуб уже давно не становился чемпионом. Но в этот вечер столичная команда действовала в лучших красноармейских традициях – выдержала натиск металлургов, а потом ударила в ответ. На гол столеваров армейцы ответили сразу двумя, причем последняя шайба влетела в ворота Ника Ховинина за 5 секунд до конца второго периода. Отдавали все силы, моменты были, не смогли забить, особенно во втором периоде могли переломить исход матча. Впрочем, свои боевые традиции есть не только у армейцев. Металлурги сумели прибавить и сравнять счет, а заодно довели иностранного полководца Красной Армии Джона Торчетти до истерики. Крики тренера возымели действия. Игроки ЦСКА реализовали большинство и выиграли матч 3-2. Была очень такая сложная игра, шансы на успех были разные. Наш вратарь сыграл хорошо, а в третьем периоде металлург поднял скорость, забросил шайбу и перевел игру в овертайм. Хорошо, что дополнительное время завершилось для нас победой. У Торчетти есть повод гордиться своими игроками. Красная Армия в очередной раз проявила свой знаменитый характер. А вот у металлургов повода для радости все меньше. Команда проиграла уже восьмой раз подряд. Надежду на лучшее сохраняют только самые маленькие болельщики. Для них хоккей – это всегда праздник, вне зависимости от результата. Оксана Зинкова, Елизавета Черняк, Константин Алёхин. Новости моего города. 11-летние футболисты со всей Сибири приехали в Кемерово, чтобы побороться за кубок Виталия Роздаева. Турнир на призы лучшего бомбардира первой легии СССР проходит в столице Кузбасса уже третий раз подряд. В этом году на трофеи претендует 8 детских спортивных коллективов. О тех, кто начал свой путь к кубку на стадионе «Шахтер», расскажет Татьяна Савельева. Пожалуй, чудеснее занятие для себя эти ребята просто не представляют. Футбол для них во всех смыслах – спорт номер один, как и для легендарного кузбасского игрока Виталия Роздаева. В этом году традиционный турнир, пусть еще с небольшой историей, мог стать международным. Но по разным причинам в Кемерово прибыли не все заявившиеся. В итоге шанс получить кубок из рук Виталия Роздаева есть у восьми сибирских команд. Есть такой человек, на которого ходил на стадион «Химик» по 20 тысяч, которого знают, которые любят, которого мы уважаем. Лично для меня – Роздаева. Я еще и мячи самому подавал, маленький был, когда он играл. Для меня он – Роздаев. До конца этой недели будущие Роздаевы по круговой системе определят сильнейшего. Пожалуй, сложнее всего придется самым юным участникам турнира кемеровской команде «Сдюшор-2003». В форме ярко-желтого цвета они напоминают цыплят на футбольном поле. Но молодость в данном случае успеху не помеха, ведь ребята знают свои слабые и сильные стороны. Мы бьем штрафные, любой штрафной – это у нас гол. У нас плохо с обводкой и с обороной нормально. А вот Барнаульский Алтай напротив. Организаторы называют одним из лидеров соревнований. Команду в «Красном» в бой ведет наставник Сергей Шатохин, который сам когда-то выходил на этот газон в форме кемеровского кузбасса. И, конечно, прекрасно знает, кто такой Виталий Роздаев. Кстати, прогнозов на турнир тренер не делает, а просто настраивает своих подопечных на успех. Каждую игру я установку даю только наиграть на победу. С любым соперником, какой он был бы, не сильный или слабый, без разницы, только на победу. Только таким образом мы можем добиться что-то в детском футболе, несмотря на какие там сложности, выходить и просто показывать характер и выигрывать. Как утверждают специалисты, детский футбол непредсказуем, поэтому расклады на старте соревнований могут кардинально отличаться от результатов. В ближайшее воскресенье станет известно имя обладателя Кубка Виталия Роздаева. Татьяна Савельева, Дмитрий Шилов, новости моего города. И это все, о чем мы успели вам рассказать. С вами были Лариса Михеева и Данил Волынский. О том, какой кредит самый выгодный, вы узнаете, если посмотрите интервью с управляющим кемеровским филиалом «Связьбанка» Виктором Кобзевым 9 октября в 21.20 в нашем эфире. Будьте в курсе вместе с телеканалом «Мой город». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин